До водохранилища рукой подать, а в домах нет воды. Часть жителей станицы Красноярской 60 лет живет без водопровода. Люди вынуждены покупать живительную влагу в бутылках или довольствоваться горько-соленой жидкостью из скважин. Но, наконец, праздник пришел и на их улицу. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил средства на главную проблему станицы и работа в Красноярской закипела. Когда на обезвоженных улицах появится вода, расскажет Ольга Трегубова. Две с половиной тысячи жителей станицы Красноярской всю жизнь зависели от машины, развозящей воду. Живительную влагу они привыкли ждать и экономить. Трубопровода в станице не было, потому приходилось регулярно ходить по воду к машинам. Так, среди цивилизованного мира вдруг появился каменный век. Надежду жить со всеми удобствами люди практически потеряли. Решить этот вопрос по водоснабжению вот этой части Красноярской, где мы сейчас с вами находимся, практически было невозможно. По той причине, что вода здесь горькая и непригодная вообще ни к поливу, ни к потреблению. И жители здесь проживают 2700, и практически вода, люди живут на привозной воде. Но наш современный век, это же, конечно, очень серьезная проблема. В августе прошлого года водный вопрос решился. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с главами поселений узнал о проблеме станицы. В этот же день областной бюджет выделил больше трех миллионов рублей на трубопровод. В кратчайшие сроки, меньше года, была составлена сметная документация и найдены строители. К работе приступили неделю назад, но за это время на обезвоженных улицах уже появились следы будущих удобств. Обычное строительство для измученных ожиданием жителей – настоящий праздник. Как говорят сами, натерпелись без воды. Неудобств строительства даже не чувствуют. У меня семья большая, у нас бассейн. В колодце вода очень соленая, и мы пробивали, даже геодристов приглашали, пробивали нам скважину, воду так и не нашли ее, в природе нет. И вот мы каждый месяц завозим два более 6-кубовых воды. А в зимний период, поскольку температура ниже минус 5, водоканал воду эту не завозит. Хотя неудобств действительно немало. Пыль, шум, затрудненное движение по улицам. Проложить трубопровод там, где его никогда не было – работа не из легких. Раскопки таят за собой немало проблем. Например, обрушение тротуаров. Одну лечить, другую калечить Инна Каверина не намерена. Потому глава поселения лично следит за ростом сетей. И вот это такая радость сегодня пришла к нам, к людям. Люди, конечно, очень трудно было. И сходы собирали, и письма писали. Люди не верили той радости, которая их ожидает. Соответственно, я, как глава поселения, контролирую полностью. Чтобы потом не было таких разговоров – то перемерзло, то замерзло и все остальное. То есть мы должны освоить деньги на все 100% и качественно. В станице Красноярской, по данным последней переписи, проживает 6 тысяч человек. Почти для половины жителей вода на вес золота. Но только пока. По плану, живительная влага побежит по новеньким трубам уже в начале сентября. И, как ни странно, в наше время работы идут четко в срок. Значит, уже через месяц на обезвоженных улицах появится вода. Жителям останется всего ничего – подключиться к общему трубопроводу. В среднем 10-15 тысяч семьи. А уже потом наслаждаться всеми прелестями цивилизации. Ольга Трегубова, Антон Набиев. Новости ВТВ.